Вы в Вашингтоне являетесь теми людьми, которые спят и видят, как уничтожат нашу страну и нашего президента. На твой личный взгляд, как ты полагаешь, как складывается ситуация с выборами в США? Я почему о них спрашиваю, потому что мы не раз обсуждали, что Москва может свою тактику уверять по ходу событий, связанных с выборами в Соединенных Штатах. Они рассчитывают через полтора года о смене обитателей овального кабинета, и это может дать им некоторый шанс, такое затягивание, дождаться этого момента, и там ситуация изменится по части поддержки Киева. А с ее изменением Киев будет более податлив до переговоров, до мирного соглашения и так далее. Как ты видишь развивание ситуации с этими выборами пока? Ну, я думаю, что в любом случае активная фаза военных действий завершится до президентских выборов в США. В этом будет совместный интерес, и до этих выборов полтора года, это достаточно долгий срок. Я думаю, что до этого времени активная открытая фаза войны уже прекратится. Поэтому для президента Байдена важно, если он останется основным кандидатом над демократом, важно показать будет результат, и от результата должна быть безусловно военная победа. Если не разгром России, что маловероятно, то тогда репарации, которые Россия будет вынуждена заплатить Украине. А заплатить Украине она их будет вынуждена в том числе по искам тех судов, которые уже идут в данный момент. И возможность получения репараций в Украине, безусловно, будет до проведения президентских выборов в США. Поэтому я думаю, что в Соединенных Штатах тема Украины, безусловно, будет мейнстримовая, она будет ключевой. И любой из кандидатов, если им будет Трамп, что не факт, что он будет кандидатом от республиканцев, любой из кандидатов будет вынужден четко высказаться по вопросам войны в Украине и победы в Украине самое главное. Он не сможет избежать этого ответа. У Трампа ситуация крайне сложная. Он проиграл иск, мы знаем, на 5 долларов. И это дело даже не в деньгах, а в имидже. То есть, это помогательство, доказанное судом. На нем висит еще дело, связанное с стриптизершей, которая незаконченная, которая осматривает большое жире Манхэттена. Наконец, для многих сторонников, это были опросы республиканцев, они говорили, что если он будет приговорен и признан виновным в уголовном преступлении, а история со стриптизершей как раз таки будет таковой, многие республиканцы считают, что Трампу не надо принимать участие в выборах. То есть, они откажутся за него голосовать. Поэтому его заявления пока, они в любом случае, ни о чем. Не факт, что он вообще просто дойдет до избирательной кампании. А любой другой кандидат от республиканцев будет вынужден, в любом случае, будет вынужден всю эту историю каким-то образом поддерживать. То есть, и действовать в одном ключе вместе с администрацией Байдена. Кошмар, сюр абсолютный. Привет, дорогие друзья. И как-то за всеми происходящими событиями немного в стороне остался эпизод, когда пропагандист Соловьев пришел на форум знания. Да, вот тут конкретно не всякое учение свет и уж тем более не всякое знание сила. Наверное, предполагалось, что это будет какой-то форум для молодежи, где будут выступать интересные спикеры, что-то им рассказывать, делиться, наверное, какими-то знаниями. Но вот туда пришел Соловьев и начал гнать свою обычную мракобесную галиматью. И это никакое не преувеличение. Если все его выступление послушать от начала до конца, действительно, или кровь из ушей пойдет, или мозг закипит. Там было много всего безумного. Ну, допустим, про Америку. Страна возрастом большой театр, который появился на чужих землях, уничтожила индейцев, потом захватила земли Мексики и теперь через губу указывает всему миру под предводительством выжившего из ума старика, который считает себя католиком, а поддерживает гомосексуальные браки и никогда в жизни не читал Библию. Согласитесь, самое время детям послушать про гомосексуальные браки. Вы думаете, они не в курсе? Ну вот, Соловьев их просветил. На то он и форум знания. А как вам такое про Германию? И конкретно про Шольца? Он до сих пор виновен. Да и вся Германия до сих пор виновна. Несмотря на то, что Нюрнбергский трибунал осудил уже людей, и уже все практически умерли с тех пор, это не важно. Все равно виновны. Подонок Шольц. Подонок, возглавляющий страну, виновный в 27 миллионах погибших советских людей. Конечно же, не без бреда про то, что все хотят захватить наши природные ресурсы. А то как же иначе? Сейчас-то они все принадлежат народу, а хотят их захватить американцы. Ну и там европейцы, естественно. Мы были подготовлены для уничтожения. Мы никому в этом мире не нужны, кроме нас самих. Они были бы счастливы, чтобы мы освободили нашу территорию от себя. Они бы с радостью ее освоили, и те природные ресурсы, которые нам щедро даровал Господь. А как насчет того, чтобы детям на форуме знания рассказать про... Это цитата. Про педерастию, про кокаин, и про... Я это даже повторять не хочу. Лучшее в оригинале. Они живут столько, сколько хотят американцы. Щелчок пальцев, и нет никакого Зеленского. Но окажется грязный кокаин и сдохнет от передоза в собственной блевотине очередной педерастичный клоун. Надо четко понимать, о чем мы говорим. Это даже заходит, да. Это просто... Это шок и трепет. Аплодирую, да. Вот после такого, про кокаин, про педерастию, аплодисменты, на детей пропаганда действует, ну, ничуть не хуже. А, наверное, даже и получше. Это Содом и Гамора. Именно поэтому, когда наши используют системы залпового огня ТОС, Солнцепёк, то невольно вспоминаешь Библию, как огнем горячий серый уничтожил Господь Содом и Гамора. Ничего себе сравнение прям от ссылочки к Библии, да. В общем, там было много чего такого, от чего у нормальных людей ум заезжает за разум. Дети, конечно, после таких форумов знания, они, конечно, выйдут отформатированные пропагандой от души. Ну, да ладно, этот бред, он вполне типичен для Соловьёва. А вот ответы на вопросы, вот там началось самое интересное. У меня к вам вопрос. Скоро ли закончится СВО и будет ли ядерная война? Казалось бы, вопрос совершенно простой. Ребёнок, видно, переживает, не на шутку. А ответ вообще прям от души. Пропаганда, она ж, кроме всего, ещё и тупая, как валенок, прёт на пролом со своим дебилизмом, вообще не видя, что это же всё-таки ребёнок тебе задаёт вопрос. Дебильный пропагандист. СВО закончилось уже давно, после этого началась война с НАТО. Мы не воюем с Украиной, мы воюем против НАТО. Будет ли ядерная война? Знаете, как было сказано в одном советском фильме? Жахнем. Обязательно жахнем. Но потом. Мир настолько сошёл с ума, что вероятность ядерной войны крайне высока. Нормально, да? Да, конечно же, будет. Конечно. И СВО закончилось. Уже война идёт с НАТО. Прямо успокоил. Прямо обнадёжил. Что бы про такого человека сказал бы какой-нибудь классик? ИДІОТ! Яки можливі кроки с боку Росії? Так, потому что они також, я думаю, розглядают какие-то додатковые сценарии, додатковые опции ведения войны против Украины и, возможно, будут намагаться провокировать наших европейских союзников. Ну, НАТО они уже провокуют. Мы же прекрасно понимаем, что все инциденти, которые трапляются, они трапляются не просто так. И списывать их на випадкович что та ракета, которая еще в грудне могла долететь до территории Польши и прилететь 300 км, если брать от білорусского кордона. И тот инцидент над Чорным морем, так же с литоком НАТО польским, где была провокативная поведенка, и послу Росии поляки уже вручили ноту. И та информация от скандинавских держав про то, что Россия готует ряд терактов и провокаций против объектов инфраструктуры, а так же против подводных кабелев в Балтійськом море. Это же все сведомо. А еще до этого додайте масштабную провокацию велику. Это размещение ядерной оружии потенциально на территории Белоруси. То, что готует Россия сейчас зробить буквально цего лета. Уже скоро. И очевидно, что это провокация и переверка реакций. Я думаю, что Россия зацикавлена так или иначе спровоковать какой-то конфликт с НАТО на территории Белоруси. З якою метою? З метою, чтобы под приводом недопущения Великой святой и делиться с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Патреон или других удобных платформах. Реквизиты в описании до видео. Субтитры сделал DimaTorzok